Привет, друзья! Сегодня воскресенье, это значит самое время обсудить события, произошедшие в мире компанией Apple за последнюю неделю. Итак, сегодня в выпуске. Техника Apple может подорожать в России. Siri выходит на новый уровень, новые подробности о новом iPhone и многое другое. Начнем по традиции с не самых значимых событий этой недели. Итак, рубрика новости одной строкой. Компания Quikertech недавно представила первое в мире зарядное устройство для 12-дюймового MacBook, которое работает от альтернативной энергии. Аксессуар в виде небольшой солнечной батареи подключается к порту USB-C и добавляет ноутбуку 6-8 часов автономной работы. Батарея стоит почти 400 долларов и весит около 600 грамм. Китайская компания ZTE опередила Apple в выпуске первого в мире смартфона с поддержкой технологии Force Touch. В прошлом месяце она представила устройство Exxon Mini, которое уже прошло сертификацию в китайском агентстве TNA и, по всей видимости, уже совсем скоро поступит в продажу. Тем самым, к сожалению, новый iPhone не получит звание «первый смартфон с Force Touch». Впрочем, это отнюдь не самое главное. Похоже, уже нет никаких сомнений в том, что компания Apple занимается разработкой собственного самоуправляемого автомобиля. Сначала в компанию перешел эксперт из Mercedes-Benz, а затем Apple искала секретную площадку для тестирования авто. А теперь стало известно, что старший инженер компании Tesla Джейми Карлсон отныне работает в Apple. И что-то нам подсказывает, что это никак не связано с разработкой новых iPhone. Если вы планируете покупку новенького компьютера Mac к началу учебного года или же хотите подарить iPhone 6 или Apple Watch кому-то на новогодние праздники, сделать это или хотя бы подготовиться лучше уже сейчас. Из-за нестабильной экономической обстановки техника Apple, в том числе аксессуары, вновь могут подорожать в России. Всего за 2-3 недели курсы доллара и евро к рублю приблизились к историческим максимумам и вызвали настоящую панику на валютной бирже. Сейчас iPhone 6, iPad Air или MacBook Pro и без этого стоит приличных денег. Но в ближайшее время стоимость устройств может запросто увеличиться на 15-20%. Причем это касается не только Apple, но и других западных компаний. Разумеется, бежать и бездумно скупать технику, надеясь сохранить свои рублевые сбережения, не стоит. Но если вы давно планировали покупку устройства от Apple, затягивать с этим мы вам крайне не рекомендуем. За время своего существования Siri успела превратиться из диковинки в привычный элемент повседневного опыта. Причиной тому множество улучшений, над которыми постоянно работает Apple. Новые команды, поддержка русского языка, серьезное расширение функциональности и многое другое. Однако в Купертино уделяют внимание не только пользовательским аспектам, но и мозгу ассистента, специальным серверам, которые недавно получили очередной апгрейд. Так, на прошлой неделе стало известно, что отныне Siri полностью работает на свободно распространяемом пакете Apache Mesos, позволяющем удобно оперировать с большими массивами данных. Ранее платформой для Siri служила менее эффективная система от Amazon под названием Web Services. С ростом популярности iPhone и с расширением географии работы Siri нагрузка на систему безусловно возрастает, но нынешний апгрейд стоит рассматривать не просто как серверное улучшение. Удовлетворив запросы пользователей, Apple может заняться и развитием новых функций, тем более, что выпуск iOS 9 состоится уже очень скоро. Всевозможные утечки, намекающие на анонс и даже дизайн нового iPhone, продолжают всплывать в прессе. Так, на этой неделе французскому ресурсу Mac Forever удалось завладеть данными, предназначенными для внутреннего пользования одним из местных операторов. На снимке запечатлено уведомление, согласно которому предварительные заказы на iPhone 6s начнут принимать уже 11 сентября. Ресурс также отмечает, что сами поставки начнутся спустя неделю, то есть 18 сентября, одновременно со стартом продаж. Что же касается самого iPhone, то согласно свежим утечкам, он обзаведется чипом от Qualcomm, который увеличит скорость передачи данных по LTE и чипом A9, который принесет смартфон 2 гигабайта оперативной памяти. Так это или нет, узнаем уже совсем скоро. А на этом все, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте ваши умные комментарии. Всем пока! Ммм, какой вкусный чай в этой кружке! Это Юлина, что ли? Да-да! Надо расческу свою спрятаться. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!